здравствуйте дорогие пациенты я снова рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут Гранцев Михаил Михайлович я врач-стоматолог и это видео про покровные протезы на самом деле часто бывает пациенты посмотрев например рекламу или получив консультацию в стоматологии узнают про покровные протезы и считают что это что-то чудесное но это на самом деле действительно так такие протезы хоть и существуют уже достаточно давно однако суть этих протезов в том что они могут фиксироваться как за свои собственные зубы так и например за установленные имплантанты и в целом все эти покровные протезы и вообще это достаточно большая группа но однако эти протезы они могут быть хоть и разными но их объединяет два основных свойства первое свойство то что эти протезы все съемные а второй момент что эти протезы как правило съемные но они фиксируются за оставшиеся зубы или за оставшиеся имплантанты или установленные имплантанты но при этом такие протезы полностью перекрывают или зубы или имплантанты иногда и зубы имплантанты сверху перекрывают по принципу полного съемного протеза однако в этом полном съемном протезе имеются замки специальные за которые при помощи этих замков они держатся за зубы или имплантанты на которых на зубах или на имплантантах Установлены также ответные части этих замков И при помощи такой конструкции Эти полные съемные протезы За зубы или за имплантаты Очень хорошо держатся Достаточно крепко И такие протезы очень сильно комфортные Например, если у пациента полный съемный протез Ему сильно некомфортно Такой протез может слетать в ответственный момент Таким протезом может быть неудобно есть Он может слетать во время еды Такой протез может не давать чувство удовольствия от еды В отличие от этого покрывные протезы Это что-то волшебное, что-то космическое В сравнении, конечно же, с полным съемным протезом Они позволяют получать удовольствие от еды Они очень хорошо держатся Они распределяют нагрузку или на зубы или на имплантаты Они очень удобные Их легко чистить Они в целом намного сильно комфортнее Чем полные съемные протезы Это, конечно же, такой протез, который несъемный Но многим пациентам, наоборот, лучше подходят именно съемные протезы Потому что за ними намного проще ухаживать В случае, конечно же, если такие протезы очень хорошо держатся А покрывные протезы, можно сказать, идеально держатся Но это, конечно, сильно зависит от того, какие замки используются для этого И об этом поговорим дальше А какие именно виды покрывных протезов Какие варианты покрывных протезов существуют И существуют, как правило, более классические варианты Я бы сказал, немного вынужденные Это покрывные протезы с использованием оставшихся зубов И более современные варианты, которые используются уже в рамках современных технологий Когда специально именно делаются покрывные протезы Потому что это методика выбора Если мы говорим про более старые классические варианты Именно с использованием зубов То тут первый вариант – это покрывный протез с фиксацией на балочной конструкции То есть в оставшиеся зубы устанавливается балка Или несколько балок И при помощи балочной фиксации сверху устанавливается такой покрывной съемный протез Который позволяет намного лучше хорошо держаться за зубами Я думаю, что такой вариант протезирования, он сильно редкий На сегодняшний день все реже-реже такие варианты используются Однако есть второй вариант И о нем стоит поговорить отдельно Остановиться отдельно и подробно Потому что бывает часто, что пациент приходит, а у него осталось на челюсти всего 1-2 или 3 зуба И эти зубы все говорят удалять Удалять пациенту такие зубы жалко Конечно же, естественно, они могут быть достаточно крепкими и хорошими зубами А их предлагают удалить Я считаю, что есть варианты, которые позволяют эти зубы сохранить Не только сохранить, чтобы они просто были А при этом получить от них максимальную пользу В чем польза может быть от этих зубов? Ну, в первую очередь, то, что съемный протез, который для этих зубов изготавливается И вообще для пациента готовится Он сильно дискомфортный Особенно в первые дни и в первые месяцы привыкания А во-вторых, полный съемный протез, он опирается только на десну И он не дает никакого ощущения, никакого восприятия Что, например, во время еды ты еду ешь А вот если остались зубы У зубов остались в парадонте В аппарате прикрепления вокруг зуба специальные рецепторы Которые передают мозгу, что мы едим Передают информацию о силе нагрузки на эти зубы и так далее И, конечно же, если полный съемный протез опирается на такие зубы Он будет, во-первых, сильно комфортным Комфортнее И он будет передавать больше информации Чем если это обычный полный съемный протез И вот если остались один, два или три зуба Если просто на них изготовить обычный кламерный протез Он вокруг этих зубов будет крутиться Вертеться И при этом будет их и перегружать Он будет спадать, это будет некомфортно Однако эти зубы можно по-другому использовать Первое, конечно, депульпировать их То есть убрать из этих зубов нервы После этого эти зубы сошлифовываются в определенном объеме И после этого эти зубы изготавливаются специальные вкладки Но не простые вкладки Не для того, чтобы восстановить этот зуб под коронку Или опять восстановить его в целостности Это было бы бессмысленно На эти вкладки сверху устанавливаются специальные шаровидные оттачки Или замки И такие вкладки достаточно невысокие То есть зубы невысокие Они не нужны высокие Потому что иначе не будут этот зуб сильно перегружать Нам не нужно перегружать зуб Нам нужно за этот зуб хорошо держаться И как раз такие вкладки низкие По высоте позволяют хорошо за этот зуб удержаться И в протез вваривается специальная ответная часть Которая будет за такие шаровидные оттачки Держаться И получается, что протез изготавливается полно съемным Однако этот полно съемный протез Как бы вщелкивается в оставшиеся зубы в эти вкладки И получается, что этот протез намного лучше держится И при этом он распределяет нагрузку То есть дает ноцептивную рецепцию И в итоге пациент чувствует во время жевания Нагрузку на эти зубы Чувствует силу нагрузки Ощущение у него еды намного лучше и комфортнее Как минимум, даже если эти зубы будут стоять, например, недолго У пациента будет очень хороший качественный переходный период Например, от несъемных конструкций К съемным или к полным съемным протезам Привыкание в таком случае будет намного лучше и легче протекать Как минимум психологически для пациента И, кстати, такие шаровидные оттачки на зубах Можно комбинировать со специальными шаровидными оттачки на имплантантах О чем мы поговорим дальше И вот дальше мы поговорим про более современные варианты покрывных протезов Которые используются именно специально как технология И их в основном три Первый вариант – это балочные конструкции на имплантантах Балочные конструкции на имплантантах – это такие штуки, которые объединяют Несколько установленных имплантантов специальной металлической балкой И на этой балке сверху устанавливается полный съемный протез Который за эту балку очень хорошо держится Такие протезы очень хорошо держатся, они очень нравятся пациентам Некоторые пациенты у меня были в практике, которые наоборот говорили Не надо им делать несъемные протезы Им хочется сделать именно съемный протез на балке Такой протез, во-первых, хорошо держится, но у него есть огромное преимущество Что балку, что съемный протез очень легко чистить Несъемные протезы на имплантантах чистят посложнее У них есть больше требований и так далее И плюс сами по себе несъемные протезы на имплантантах, они дороже А с балкой, хоть балка и сильно дороже любого съемного протеза Но она все равно дешевле, чем несъемный протез И пациентам этот вариант протезирования может быть приоритетным С точки зрения комфорта, удобства И плюс, конечно, приятный бонус – это дешевле И при этом такой протез очень качественный Второй вариант Второй вариант также очень сильно распространен, я не знаю Мне кажется, каждый месяц используем, каждую неделю в своей практике Это когда пациент приходит в клинику У него, например, есть полный съемный протез Однако пациент жалуется, что он у него не держится Чаще всего это бывает на нижней челюсти На нижней челюсти много мышц Язык достаточно активный, подвижные губы И протез такой часто сбрасывается, опрокидывается И пациент приходит, говорит, не могу есть Не могу с ним ходить, не могу улыбаться Он выпадает Ему это сильно, конечно же, доставляет дискомфорт И он говорит, сделайте что-нибудь И здесь, конечно, много разных вариантов Можно вместо полного съемного протеза Сделать достаточно быстро несъемную конструкцию И это будет более лучшим выбором Однако в случаях, когда пациент говорит, что давайте, может быть, не будем делать более дорогие варианты Давайте посмотрим что-нибудь среднее И вот в этом случае можно изготовить такую историю Что мы можем поставить два имплантанта Каждый имплантант будет установлен в области клыков И на эти имплантанты будут установлены специальные переходники Которые будут со специальными шаровидными аттачминами А также есть такие более новые варианты Это замки, которые называются локаторы Они устанавливаются на вновь установленные имплантанты И сверху ставится съемный протез Но только не просто так ставится съемный А протез вваривается в специальные ответные части То есть матрицы И этот протез на таких имплантах защелкивается сверху Имплантов может быть не два, три, их может быть четыре В зависимости от ситуации На верхней челюсти лучше делать четыре таких имплантанта И, например, четыре локатора или четыре шарика На нижней челюсти достаточно двух имплантантов И, соответственно, двух шариков или двух локаторов Однако, это сильно преображает все для пациента Потому что до этого протез совершенно не держался Теперь протез становится удобным Он становится комфортным С ним становится удобно есть Потому что он не спадает Он не спадает в никаких ответственных моментах С таким протезом петь можно И, конечно, пациент такой протез сильно ценит Потому что, если это был просто полный съемный Теперь тоже покрывной протез Ну, с применением двух или трех, например Или четырех локаторов или шариков Ну и третий момент Он более специфичный Этот момент тоже может комбинироваться, например, с зубами Может комбинироваться просто на имплантантах устанавливаться Это когда устанавливаются телескопические варианты конструкции То есть на имплантант или на зуб Или на имплантант и на зуб одновременно устанавливаются телескопические коронки И в ответной части протеза Также внутрь вваривается вторая часть телескопической части коронки Смысл какой? Смысл в том, что, если, например, взять два стаканчика И друг относительно друга эти стаканчики соединять Вот у меня, например, есть два стаканчика Если два стаканчика соединять, вот один друг с другом держится Если они по отдельности, вот они как бы бонусы Если мы вставляем, они очень хорошо держатся Тот же самый принцип и при изготовлении таких съемных протезов Именно на таких телескопических конструкциях Которые позволяют этим протезам хорошо держаться И при этом комбинировать нагрузку и на импланты, и на зубы Как известно, зубы с имплантами объединять напрямую нельзя Однако через такие телескопические конструкции Объединять такие протезы очень даже можно И именно такие коронки можно объединять Зубы с имплантами можно объединять В рамках одного такого съемного протеза И, как правило, такой съемный протез очень хорошо держится При этом он сильно высокотехнологичный И он позволяет сохранять оставшиеся зубы О том, о чем мы говорили перед этим Поэтому вот третий вариант тоже имеет право на существование Он часто используется, ну, конечно, из-за того, что он тоже расходный По стоимости он не всегда является методикой выбора Но очень хороший вариант Итак, мы проговорили основные виды покрывных протезов Еще есть несколько вариантов более специфичных, но о них, наверное, не будем Это касается определенных каких-то отдельных клинических случаев Давайте поговорим про основные плюсы и минусы Основные плюсы покрывных протезов в том, что такие протезы очень хорошо смотрятся Они сильно эстетичны, они нравятся пациентам Часто неотличимы от своих собственных зубов для окружающих Второй момент, такие протезы очень хорошо держатся Они фиксируются за счет своих замков, не выпадают в ответственный момент, не выпадают во время еды, дают качество жизни Третий момент, такие протезы можно перебазировать То есть, в случае, если со временем ушла где-то костная ткань или десна Такие протезы можно перебазировать при помощи того, что мы добавляем дополнительно акриловую массовую массу И тем самым создаем конкурентность этого протеза своим собственным оставшимся тканям Имеющимся тканям костной ткани десны То есть, соответственно, протезным углом Четвертый момент, такие протезы, как минимум, вызывают минимальную атрофию костной ткани со временем И, соответственно, минимальную атрофию десневой ткани со временем И это, конечно, сильный плюс Пятый момент, то, что такие протезы, в отличие от классических каких-то вариантов Например, съемных пластиночных протезов, могут служить намного дольше Такие протезы могут легко простоять 10 лет И пациент приходит и говорит, что у него все хорошо И он действительно может продолжать с таким протезом ходить дальше Конечно, за таким протезом необходимо наблюдать Обязательно раз в полгода с пациентом необходимо встречаться Но это, я считаю, не минус, это плюс для того, чтобы обязательно контролировать ситуацию Ну и последний момент, то, что мы с вами обсудили Это то, что такие протезы легко чистить, за ними легко ухаживать Это большой плюс Как легко ухаживать за зубами Так и за имплантами, если они установлены Так и за самим съемным протезом И, как минимум, мы видим все, что касается здоровья и перспективы самих имплантатов То есть, с ними все хорошо И за этими имплантантами в рамках такого протезирования всегда очень легко и хорошо ухаживать Минусы таких протезов основные в том, что они, как правило, подороже, чем обычные классические съемные акриловые или частичные съемные акриловые протезы Помимо того, у покровных протезов минусом может быть то, что такие протезы могут немного дольше делаться, чем обычные протезы Ну, как правило, это, в принципе, съемный протез Это третьего минус Потому что некоторым пациентам такие протезы могут чисто психологически не подходить Они хотят несъемные варианты конструкции И в этом случае мы можем всегда предложить такие варианты, как условно съемное протезирование на имплантанты Когда мы устанавливаем сразу 4 или 6 имплантантов И сразу же в этот же день делаем пациенту несъемную конструкцию И это более современная технология, более распространенная технология Она сильно нравится пациентам, потому что позволяет все сделать за один день И при этом сделать несъемную конструкцию Однако мы все-таки не умаляем того, что есть на сегодняшний день И те технологии, которые проверены временем, которые давно используются В некоторых случаях их мы используем в приоритете Потому что, например, не подходят другие варианты для пациента Поэтому у врача-стоматолога должен быть полный арсенал инструментария Для того, чтобы предложить именно самое лучшее решение для нашего пациента В данной конкретной клинической ситуации И вот исходя из этого, последний минус в том, что не всегда можно предложить покрывные протезы пациенту По тем или иным причинам Конечно же, в рамках того, что каждому пациенту мы предлагаем индивидуально, персонифицированно Именно тот план очения, который подходит именно ему Мы и подбираем тот подходящий протез, который нужен данной клинической ситуации И если, например, покрывной протез не подходит, то всегда есть решение Всегда есть какие-то альтернативные, более подходящие для нашего пациента Протезы или решения, которые будут ему нравиться, будут ему комфортны И пациент всегда останется довольным Конечно, если вам необходимо изготовить покрывной протез То приходите, и если он вам показан, то мы изготовим для вас Именно самый лучший протез, который будет нравиться именно вам Я надеюсь, это видео было полезным для того, чтобы понять, что такое покрывные протезы И когда они устанавливаются Если вам нравятся наши работы, ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Обязательно задавайте вопросы в комментариях Я стараюсь на все комментарии обязательно отвечать И увидимся в наших новых полезных роликах Подписывайтесь на наш канал